На первый взгляд все, без исключения дети, одинаково фотогеничны и обаятельны. Но у профессионалов индустрии моды на этот счет свое мнение. Чтобы сниматься в рекламе или для каталогов, необходимо обладать определенными навыками. Я обучаю работать прежде всего глазами. Потому что, например, вы приходите на съемку, вы делаете разные позы, но при этом ваши глаза пустые. Обязательно нужно уметь работать глазами, давать энергию фотографу. Создавать какую-то новую историю, давать фотографу увидеть новые возможности модели. Также мы разговаривали о том, что нужно быть обязательно актрисой, перевоплощаться из образа в образ. Если на тебе легкое летящее платье, значит нужно быть такой воздушной легкой девочкой с бабочками в животе. Руки мы тоже красиво, очень нежно ставим. Если мы показываем что-то такое ежедневное, какой-то casual, или может быть что-то из фэшн-образов, то, естественно, здесь мы уже становились целеустремленными, готовыми идти в бой. Мария Белецкая позиционирует себя как модель и преподаватель моделинга. Но для своего мастер-класса по фотопозированию ей пришлось взять в руки камеру. Знаете, у меня получилось интересно. То есть я давала уроки по фотопозированию, но понимаю, что лучше дети понимают и слышат меня, и что учеба проходит более продуктивно, когда я смотрю на них через камеру. То есть одно дело просто стоять напротив друга, да, то есть там ракурсы немножечко другие. А так дети быстрее ловят, если я снимаю, и отдаю им фотографии. Фотографии они потом рассматривают, запоминают позы, какие они изучали на уроке. И всем здорово! Детские модельные агентства в нашей стране существуют давно, но почему-то именно в последнее время наблюдается повышенный интерес к этой теме. Наверняка у каждого из нас найдется знакомая, которая водит своего ребенка по фотостудиям и кастингам. Ну, раньше ребенок себя неуверенно чувствовал перед камерой. Сейчас дочка раскрылась, я вижу по ней, у нее отличные получаются фотографии, снимки. Я смотрела на фотографии из интернета, мне очень нравились дети, которые занимаются этим. И в первый раз мама свозила меня на фотосессию, мне очень понравилось. Это больше такое увлечение, увлечение для родителей, увлечение для детей. То есть обязательно ребенку нужно сделать портфолио, с чего все начинается, да, вся эта работа. Детки находят агентов своих, если они их берут, они начинают показывать их в Европе. Поэтому, конечно, затраты на портфолио, на школу модели, они есть. Вот, но бывают такие случаи, знаете, когда от судьбы не уйдешь, и если ты настоящая модель ребенок, тебя увидят, и ты в любом случае попадешь на хороший уровень. Ты найдешь свое место под солнцем, под солнцем моделинга. На сегодняшний день детских агентств в сцене типаж юной, но при этом серьезной девочки. Но уметь позировать, знать свой выгодный ракурс и демонстрировать на камеру различные эмоции должны уметь все, вне зависимости от типа внешности.